всем здравствуйте дорогие друзья вы смотрите канал мы живем в латвии сегодня у нас понедельник 13 мая 2024 года а почему я так заострил внимание на 13 друзья 13 но не пятница понедельник день тяжелый до всех поздравляю с началом трудового трудовой рабочей недели началом друзья ну что поделать перехожу к новостям латыши не готовы переработать но переработать конечно же в кавычках повторяю латыши не готовы переработать массу мигрантов с востока сам начале попрошу большая просьба послушайте внимательно интереснейшая новость и послушайте кто это заявляет очень интересная тема латвия и латыши таковы каковы они есть на данный момент они не готовы к массовым миграциям мы все еще не смогли акклиматизироваться и в кавычках конечно же переработать не смогли акклиматизироваться и переработать приехавших сюда советское время колонизаторов и их тоже в кавычках остатки их остатки все еще длится дискуссия о языке у господи друзья мне так и хочется опять точку поставить эта дискуссия уже четвертый десяток лет длится дальше не буду а то не могу уже остатка сейчас понесет и в этой ситуации прибытие множество молодых малообразованных представителей другой культуры преимущественно мужского пола все это создаст проблемы это заявил инвестиционный банкир руй рунга и низ дальше что там послушайте друзья миграция и нехватка рабочей силы начинается смотрите нехватка рабочей силы и тут же они еще не переработали и тут же они ой друзья послушайте миграция и нехватка рабочей силы действительно очень сложная проблема наше преимущественно преимущество в том что мы видели как решали это другие страны например германия послушайте послушайте сейчас сейчас начинается сейчас начнется сейчас германия после второй мировой войны была рада отослать прочь латышских беженцев но вскоре после этого массово начала принимать турецких рабочих нужных им на заводах латыши успешно переселились в канаду соединенные штаты америки австралию и многие другие страны так начал разъяснять эту актуальную проблему в эфире тв 24 предприниматель гирц рунгой низ дальше вон смотрите что заявляет мы видим швецию где прогрессивные долгое время говорили что у них есть совесть и призывали всех приезжать к ним теперь там из десяти миллионов населения швеции примерно 2 миллиона приезжие или их потомки это создает огромную напряженность излагает бизнесмен руй рунгой низ призвал обратить внимание на то что есть религии совершенно не готовые жить в мире как только их удельный вес каком-то месте возрастает они фактически начинают бороться против всех остальных ясно что латвии латыши таковы каковы они есть на данный момент они не готовы к массовым миграциям мы все еще не смогли акклиматизироваться и переработать ну это в кавычках естественно переработать приехавших сюда советское время колонизаторов и их остатки все еще длится дискуссия о языке господи мама родная друзья напишите комментарий вам не надоело вот это вот дискуссии про язык язык нет а вы в курсе вы готовы принять 500 500 тысяч мигрантов из стран азии и и так далее ближнего востока и африки в том числе не слышали такое нет нет но скоро услышите а выбора нет работать некому все и в этой ситуации прибытие множество молодых малообразованных представителей другой культуры преимущественно мужского пола все это создаст проблемы иллюстрирует ситуацию рунгой низ на данный момент уже есть достаточно много исследований в ряде стран европы говорящих о том что это тоже самое что зеленой энергии друзья извините можно выпить а тут на трезвую голову пусть погорит ну невозможно друзья невозможно такие новости читать господи говорят одно и главное ничего не делают вы понимаете ничего не делают только вот это вот пиздёж и все пиздёж уже четвертый десяток лет а мы все отстаем отстаем это я комментирую немножечко добавлять от даже ближайших соседей уже отстали все ушел паровоз туту уже эстонский литовский все все не уже не догнать какая там скандинавия какая швеция господи мобород ну ну что да посмотрите в германии сколько и миллионов уже а она как на каком месте по развитию по экономику по экономическому развитию на каком месте и на первом ли она евросоюзе да вообще в европе в целом да и в мире на каком месте спасибо вам большое ответили о господи зеленые энергии как говорит предприниматель ты уча учитываешь все затраты как следует подсчитываешь сколько можно подсчитывать не могу друзья терпежу не сколько можно подсчитывать четвертый десяток лет а зачем вот это вот борьба а или вам живется хорошо тем шишкотрепом вот на этой теме а основной массе населения население как вы довольны вот этими вот вот этими а в конце все равно видишь что ты не затем не затянешь сюда никаких людей которые тебе будут платить пенсии так как у беженцев уровень образования как правило исключительно низкий вы слушаете спасибо вам большое если вернуться конкурентноспособности латвии но смотрите конкурентноспособность латвии то снова возникает вопрос с чего бы этим людям ехать сюда а не в таллинн и не в вильнюс например няни уборщицы и представители подобных профессий скандинавию едут во множестве из филиппин и того региона где преобладает христианство и другие мирные религии с азии ситуация легче но она намного тяжелее с ближним востоком и зонами где преобладает ислам и это тогда когда люди не в состоянии интегрироваться в модернизацию считает рунгой низ вот такие новости решил преподнести вам друзья повторяю вот такие новости латвия и латыши таковы каковы они есть на данный момент они не готовы к массовым миграциям ну и далее по тексту друзья перерабатывать приехавших сюда советское время а вам заняться больше нечем что вы переработать переработчики перерабатывать а вы не пробовали перерабатывать настоящие на заводах какие-то металлоконструкции создавать создавать свое производство создавать свои продукты питания и так далее и тогда сельское хозяйство поднимать не пробовали лесное и сельское хозяйство или все уже продали но я так сам с собой разговариваю конечно же да это уже сказку начинаю рассказывать себя выпью за ваше здоровье друзья но тут без без этого никак смотрите поколение выросло молодой же видно даже я не любитель фотографии выкладывать сюда не виде него не фотографии за редким исключением где-то что-то чего-то там какой-то случай там и то навряд ли редко редко друзья ну что что это что это такое а кого перерабатываете кого вы собрались перерабатывать а работать вы не не пробовали я не пробовали а деньги мешками с неба да или как там я уже да я немножечко вам затронул и сказал в комментарии в этом видео как я обычно говорю никуды ты мелок не денеси ну там отрывок из фильма без разницы каких фильмов советских фильмов сейчас не фильмы сейчас туфта какая-то где рижская киностудия где рижская киностудия а знаете что такое было такая рижская какие артисты были были было было были где что чего где и так далее и тому подобное звенья то одной цепи а тема то не так и не уходит смотрите тема никуда не уходит вот если бы вот эта тема ушла что было бы не надо было бы думать что сюда приедут из других каких-то стран без разницы из каких-то материков африканского континента азиатского и так далее там дальнего дальнего востока юг вы понимаете да ближнего востока стран африки не было бы этих тем если бы у вас не было вот это если бы мозги у вас были действительно друзья но я не про вас говорю я про вот этих вот деятелей я не могу друзья я говорю смех и грех ну вот уберите вы вот пусть они они пускай уберут вот эту вот вот свою из башки уберут вот этого а кто у нас соседи кто соседи у нас ближайшие вот они прям вот руку протяни тут свистни и слышно будет ближний ближайший вот за латгалии кто у нас соседи Россия а на юге кто у нас соседи юго-востоке белорусы ну а что они когти рвут отсюда а когти рвут отсюда так работали бы да работали что 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 происходит и причем уже давно начали выдавливать это я сейчас комментирую друзья начали выдавливать еще в начале 90-х все 90-е 2000-е годы особенно 90-е но выдавливать вы понимаете тоже в кавычках выдавливать давай разделять и властвовать разделять в каком смысле граждане не граждане кто какой-то гражданство принял граждане России я подползаю медленно но уверенно ну скоро буду заканчивать друзья да граждане России да взяли сразу гражданство России кто-то ну здесь жившие взяли дали добро разрешили все не никакой язык не надо ничего не надо а те которые граждане и не граждане граждане Латвии и не граждане Латвии сначала взявшие тех же сейчас вот буквально вот в 2022 году заставили опять перерабатывать начали язык сдавать а чё ж вы раньше не спрашивали к чему это вот это всё так добрались уже и до этих которые взяли сразу российское гражданство но с правом проживания иметь имущество не движивать всё что движется и не движется да конечно же всё пожалуйста только одного не имели права права голоса и в том числе и не граждане тоже они не имеют права голоса по сей день и нигде в мире такого не существует такой термин не гражданин такого нет как это понять как герб латвийский герб в паспорте а написано что он не гражданин рассказывали очень часто рассказывали поначалу когда вот это было первые годы наверное с десяток лет до сих пор там вот такие вот глаза открывают в аэропортах на таможне где-нибудь там ну таможенники в аэропортах и так далее смотрят открывают паспорт а там написано они не могут перевести на английский язык что это это кто это инопланетянин так это только в Латвии могут такое придумать больше нигде такого нет нигде не знаю что там в Эстонии есть ли такие друзья напишите комментарии тема то вот какая друзья так я говорю вам это звенья одной цепи ну нечем заняться нечем а что ну все продали магазины все иностранные ну почти все друзья все мощные все и главное что не иностранный магазин так он гектар несколько гектаров занимает вместе с территорией там со стоянками и так далее и вроде бы так прекрасно все отделано брусчаточка где асфальт в основном все брусчатка бордюрчики деревца посажены все все иностранцы хозяева этих магазинов магазинов я уже молчу заводов то где где заводы где заводы пароходы и так далее рыбное хозяйство а вы где мы члены члены какие мы члены мы члены евросоюза да клавить теперь запрещают столько сколько не столько сколько хотят наши рыбаки а столько сколько вам позволят как это так латвия же свободное государство или или члены евросоюза как это друзья вот эта тема ой постапа понесло за ваше здоровье вы понимаете о чем речь идет к чему я понимаете так вот вот этот рун гайнис видите что он высказывает слышали видели и слышали напишите комментарий я могу долго и упорно здесь все перерабатывать перерабатывать и осваивать и как остатки так и так далее вот сколько там осталось ладно на следующий раз оставлю на следующую новость пишите комментарии друзья ставьте лайки подписывайтесь на наш канал делитесь в социальных сетях просто так с друзьями поделитесь скажите вот смотрите вот такой-то такой-то чикой-то читаю комментарии читаю не переживайте друзья не переживайте есть там комментарии сразу отвечаю что-то я там лишнего чего я лишнего говорю чего я говорю лишнего я лишнего никогда ну если только перебрать за ваше здоровье лишнего так мне же мне будет хуже только вот от этого друзья я ничего лишнего не говорю только новости только новости но заметьте четвертый десяток одна и та же пластинка вот если эту пластинку выкинуть просто ее вот ликвидировать разбить и все тогда что ааа тогда Латвия приблизится к Германии да 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 приблизится по достижениям по всем по всем параметрам по валовому внутреннюю продукту по развитию экономики сельского хозяйства да на хозяйской колхоз совхоз остапа понесло да я же без закуски куда мне во нормально за место зеркала спасибо вам друзья за понимание а о за понимание за понимание с понедельничком с понедерничком вас это как анекдот слушай жена мужу ты давай договоримся так ты будешь только выпивать если в этом названии вот в числе в этом не в числе не не будет буквы а будет буква р буква р так это что тогда только вторник где еще буква р вторник вторник четверг среда так по пятницам пятница ты не будешь пить воскресенье пьешь суббота ты не пьешь понедельник опа понедельник тоже не пьешь а сегодня говорит понедельник вот так вот друзья сегодня понедельник ай а пить сегодня нельзя договаривались с женой ай а понедельник сегодня вот он взял и и напился все друзья да я люблю пошутить нельзя сейчас нельзя без юмора никак до свидания друзья никак и с вами баста понесет ну все ну как есть так есть друзья Напишите комментарий, что вы поняли Вы поняли хоть что-нибудь Тогда и напишите, если не поняли Тогда все равно напишите Поддержку нашего канала, спасибо большое Желаю всем здоровья, счастья, благополучия Мира, добра и дружбы Между народами Подходите к экрану Подносите емкости любые Я вам хорошее настроение Хорошее Заряжаю, заряжаю Подходите, друзья, подходите Подносите поступочки Бутылочки любые Любые жидкости Я вам их заряжаю на целую Неделю, до свидания, друзья Спасибо